Тут-тураду-дум, тут-тураду-дум В эфире капитан межгалактического звездолета Оргазматрона Nike Skateboarding под именем Дмитрий Егоров Представляет новый обзор для магазина Squatboard Shop И сегодня мы будем разговаривать про так неизмечательные кроссовки, как Nike SB Не переключайте ваши YouTube-каналы Нет, я не сошел с ума Просто решил сделать такое замечательное, веселое начало Плюс мне очень хотелось произнести слово Оргазматрон Итак, Nike Skateboarding Честно сказать, что это подразделение очень большого, очень хорошего бренда Про который, конечно же, мы обязательно когда-нибудь запишем отдельный рассказ с его историей А может быть даже с отдельной историей каждого из райдеров этого бренда Но сегодня просто обзор новинок Вообще, сразу хочу сказать Ребят, вот недавно мы делали обзор про Fallen Великолепные кеды с великолепной историей И вот Nike SB это, наверное, обратная сторона Fallen То есть это крупная корпорация, которая нагло ворвалась в скейтбординг Засыпала деньгами каких-то интересных с ее точки зрения райдеров А все остальное, не побоюсь этого слова, соснули Где вот сейчас все вот эти вот маленькие бренды, которые раньше делали кроссовки, которые там очень круто себя чувствовали Соснули! И все это благодаря Nike SB и вот этому замечательному Оргазматрону Третий раз уже сказал слово, уж очень оно мне нравится Ну ладно Итак, возвращаясь про Nike SB Сначала такое общее заявление Вы, наверное, если интересуетесь кроссовками А я человек, который на канале Scott Board Shop отвечает именно за кроссовки Как с точки зрения дизайна, с точки зрения какой-то истории про них Так вот, если вы интересуетесь кроссовками, вы, наверное, знаете Что в последнее время очень и очень популярными кроссовками были первые Джорданы Air Jordan Но в последнее время вектор постепенно начал смещаться вновь к коллекции Nike SB В свое время Nike SB были безумно популярны Они были модели, которые продавались и перепродавались за очень хорошую сумму Так вот, если вдруг вы решили стать начинающим инвестором в кроссовки Или просто выпендриваться, что у вас очень крутая стильная обувь Хоть вы и не очень хорошо умеете кататься Да даже если и хорошо Так вот, сейчас самое время обратить внимание на Nike SB Потому что, вот серьезно говорю Вот вижу, так будет Будет все более и более это направление популярным Однако, к черту общие слова, будем говорить конкретно уже о модели В первую очередь хотелось бы поздравить господина Шейна О'Нила Который у нас стал новым райдером Nike Skateboarding Ну вернее райдером он уже был достаточно долгое время Но теперь у этого человека появилась собственная модель Если честно, мне они показались больше похожие на господина Юновски кеды Ну такие абсолютно простенькие Не свойственные многим другим моделям от Nike Skateboarding Хотя, возвращение к таким простым силуэтам Возможно, это новый тренд Шейн О'Нилл, логотип самого атлета Есть он еще и сзади Вот такой вот небольшой герб А так, из мягкого канваса с замшей Такие вот интересные кеды с небольшим свушиком С уже привычной подошвой Zoom Которая у нас есть в пятке практически каждой скейт-модели Дальше, модель Хрон Модель, которая у нас является, наверное, такой базовой скейт-моделью от Nike Мы здесь взяли самую такую расцветку неодноцветную Если любители простых расцветок Хотели, чтобы у вас ничего не было нарисовано на кедах Обратите внимание на Nike Kron Но у них есть еще и вот такая чуть повеселее расцветка В которой я вижу какие-то отсылки к Санта-Крузовским расцветкам Вот этой вот безумной руке Ну да ладно Другая модель, которая мне показалась очень интересной Перед тем, как мы перейдем, что называется, к главному блюду Это вот эта вот модель под названием GTS Return Чем она интересна? Вот я такие истории люблю и Nike достаточно часто практикуют Когда у них есть какой-то культовый силуэт, с которым связываются определенные расцветки Они иногда выпускают другие модели, мимикрирующие под эту расцветку Вот в данном случае эта расцветка практически полностью повторяет расцветку первых культовых Air Max Беговая модель, которая появилась в 87 году Который вдохновился дизайнер Тинкел Хэтфилд После того, как увидел центр Джорджа Помпиду В котором все коммуникации были выведены наружу И он подумал, а может быть нам сделать так, чтобы технология была видна Пусть в подошве будет видно, что там есть воздушная подушка И сделал первые Air Max В которых действительно была такая прорезь И была видна воздушная подушка Здесь воздушной подушки нет Ну, для скейта обуви она и не нужна Но расцветка и в принципе форма более-менее повторяют вот те самые первые Air Max И их культовую расцветку Здесь еще есть очень такой интересный, на мой взгляд, приятный такой момент Это выдавлено Nike SB прямо на самой подошве Очень интересный момент Если реально вам интересны кеды, если вам нравятся Air Max Обратите внимание вот на эту обувь И теперь переходим к одной из культовых моделей для Nike SB Моделей Blazer Blazer вообще изначально были кеды для баскетбола, которые появились еще в 1977 году Но когда Nike запустила свою линейку Nike Skateboarding Они решили переделать модель Blazer и сделать ее, скажем так, более скейтовой То есть они добавили туда технологию Zoom Они немножко усилили переднюю часть этих кроссовок И стали выпускать очень много коллабораций Стали выпускать очень много интересных каких-то расцветок этой модели Что, кстати, очень любят делать Nike Он, например, выпускает расцветку, глядя на которую, ну ты понимаешь, про что эти кроссовки Но они не хотят тратить там деньги на то, чтобы это была совместная с кем-то там модель Да, там башлять логотипы Поэтому люди смотрят и видят, блин, ну да, эта расцветка Она повторяет цвета известного постера, например, Skate or Die, того же самого старого фильма Или она очень похожа на игру Pac-Man Или на персонажа Боба Фетта из «Звездных войн» Но нигде нету надписи там «Звездный войн», «Боба Фетт», «Ха-ха-ха» Или, например, были вот замечательные данки, которые повторяли расцветку пива Хайникен Без надписи Хайникен, просто они были зеленые с белым С такой характерной звездой, как у Хайникена, не запатентованной компанией Очень интересный был случай, когда однажды были выпущены данки, посвященные Фредди Крюгеру Где тоже вроде бы нигде не было написано ни «Кошмар на улице Вязов», ни какие-то еще элементы Но были зелено-красные полоски, как у свитера Фредди Крюгера И оказалось, что даже такой элемент был запатентован создателями фильма «Кошмар на улице Вязов» И эти кроссовки от Nike не вышли Сейчас вот только в виде сэмблов они появляются иногда и стоят очень больших денег Ну, ладно, возвращаемся к нашей коллекции Есть вот такие вот высокие блейзеры У них еще есть низкий вариант Плюс вот здесь мы тоже видим еще такой очень интересный момент Она идет с каучуковой подошвой И тоже, что мне очень часто нравится В таких вроде бы простых расцветках Nike Смотрите, шнурки идут под цвет кроссовок Очень интересная такая, очень приятная деталь И тоже такая деталь Вот здесь вот две звездочки А здесь вот три звездочки Вот так вот выдавлено Тоже мелочь, как говорится, а приятно И самая интересная модель, про которую сегодня стоит рассказать Это Nike SB Zoom Blazer Mid Edge Чем они интересны? Это кроссовки, которые с одной стороны, понятное дело, для скейбординга Но с другой стороны, Nike помнит, что они еще во многом и бренд у нас модный И так как сейчас у нас господин Верджила Блоа со своим брендом Off-White ввел моду на такие вывернутые на изнанку кроссовки В которых швы наружу и прочее, прочее Nike решили для скейбординга сделать что-то очень похожее Понятное дело, не привлекая Верджила, чтобы не башлять за это им больших денег Но они сделали вот такие интересные кроссовки Чем они интересны? Во-первых, убежавшим с вушиком С вуш с внешней стороны кроссовок у нас прилетел вот сюда вот на нос С одной стороны, это, ну да, такая вот идея трансформации Идея, когда переносы элементов в другой момент С другой стороны, дизайнеры Nike очень хорошо знают, что да, их обувь скейтеры очень-очень ценят Но они не хотят иногда себя ассоциировать с таким вот очень мощным брендом, с такой большой корпорацией Поэтому они сами срезают вот этот свуш с разных моделей, в том числе и с блейзера Ну здесь он не то что срезан, здесь он немножко вот так вот убежал Плюс здесь очень интересный элемент, это двойной язычок Один язычок, он у нас идет как стандартный на практически любой модели Nike Dunk Он, видите, вот здесь вот прострочен Другой повторяет классические блейзеры, какими они были еще в 2007 году Когда язычки сверху не прострачивались практически никогда А просто вот так вот обрезались и даже кусочек поролона здесь виден Также они идут с второй парой шнурков И с технологией Zoom, которая у нас есть здесь И плюс, вот видите, здесь такая дополнительная момент усиления как раз этих кроссовок спереди и сзади И самая хорошая новость, что одна из пар этих кроссовок может стать Да-да, юные друзья, она может стать вашей Для этого нужно всего лишь, чтобы это видео набрало 4000 просмотров Мы не знаем, как вы это сделаете Будете подкупать своих друзей, будете заставлять их смотреть Будете не спать день и ночь и посмотреть, смотреть, смотреть, смотреть это видео Но после того, как здесь будет 4000 просмотров Один из людей, откомментировавших это видео Среди них, прямо вот в одном из следующих обзоров Мы разыграем вот эту вот пару обуви Вот эти вот очень красивые кроссовки Поэтому, друзья, оставляем комментарии Смотрим внимательно, много, часто с друзьями Смотрим обзоры от Scott Board Shop И носим кроссовки И занимаемся скейтбордингом, друзья Это самое главное Оставайтесь здоровыми Scott Board Shop Дмитрий Егоров Оргазматрон 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 Оргазматрон